друзья всем привет сегодня у нас видео на тему почему у суккулентов отсыхают листья почему они сохнут и второй вариант почему они становятся прозрачными ответ достаточно простой и я думаю это видео много времени не займет поэтому отвечаю сразу вот берем суккулент вот эхиверия вот смотрите у нее отсохшие листья вот так по кругу вот здесь в центре отвлекусь сразу и расскажу в центре вот здесь отсыхают два листа вот этот и вот этот почему вот именно вот это произошло потому что изначально эти листья в общем как-то начали лезть когда они только соприкасались со стволом и там какая-то произошла деформация не знаю по какой причине то есть вот на этом листе вот здесь полоса прям такая как как будто кто-то ее проткнул провел какой-то палкой и остался след и то же самое вот параллельно на другой стороне то есть это какая-то деформация связанная ну наверное с неправильным уходом возможно в то время эта розетка стояла на улице возможно попала туда грязь попала пыль вот что-то такое с ней произошло и вот с двух сторон эти листья стали ну как бы поцарапанные и вот они постепенно росли росли и сейчас они начали отмирать то есть они постепенно отсохнут ну знаете это не очень страшно для розетки потому что следующий ярус листьев вырастет закроет собой закроет своей листвой прикроет эти проплешины и все будет нормально вот этот вариант тоже не страшный это естественный процесс вот так происходит отсыхание листьев тогда когда растение долго не полито то есть почему отсыхают листья потому что растение берет нехватающую влагу из нижних из нижнего яруса листьев и чем реже полив чем больше растение страдает от засухи тем больше отсыхает нижний ярус листьев но обдирать мне левой рукой неудобно реально неудобно в общем такая вот получается катаваси просто обдираете эти листья осторожно пинцетом желательно пинцет потому что захватывает лист очень плотно и лист обрывается не на половине не на середине а где-то вот прям у изначального основания листа то есть там где соприкасается лист со стволом то есть вот это естественный процесс вот тоже самое покажу на эхиверии пинки вот у нее тоже отсох лист вот все тонколистные эхиверии они очень мусорные листья у них отсыхает периодически и это даже связано не с тем как часто вы их поливаете или не поливаете а просто вот у них видимо такая физиология вот я ее обрывала но не знаю когда может быть недели две назад я ее полностью обчищала обчищала сухие листья обрывала у этой эхиверии нижний ярус листьев потому что она была прям очень огромная уже и она все эти листья лежали на соседних розетках это был не очень хорошо ну другим растениям не очень хорошо было и вот я их отодрала и вот сейчас они но она достаточно быстро растет очень хорошо нарастет постоянно на увеличивается в размерах но и вот в моих условиях нужно контролировать этот рост рост обдирая вот эти нижние листья вообще по идее конечно ее пересадить в больший горшок не трогать ее поливать нормально с периодичностью там в 10 дней и она вообще будет красота ну я уже опять повторяюсь тысячу раз что у меня нет места для такого выращивания и поэтому вот приходится мне их по чуть-чуть кромсать это вот тонколистные эхиверии это симоланс лагуна санчес это эхиверия пинки вот давайте теперь возьмем толстолистные а вот сейчас еще одна тонколистная стоит вот это вообще она обожает отсушивать листья это эхиверия lovely rose она во-первых тянутся очень любит любит отсушивать нижний ярус листьев вот даже дети которые тут у нее растут здесь вот это я уже показывала вам в одном из видео почему отсыхают листья не снизу а из центра розетки это значит нехватка питательных веществ и в общем точно так растение реагирует на стресс ну где-то через пару недель я отрублю ей макушки и перри укореню потому что растение на ножках конечно красиво вот эти розочки они смотрятся чудесно но на мой взгляд вот эти палки уже переросли и растение ну становится так мягко говоря уродливым потому что вот лавли роуз этот процесс очень быстрый и продолжительный то есть постоянный вот этой ножки ровно год то есть в прошлом году где-то вот в эту пору я отрезала макушки и переукореняла розетки вот это за год все что наросло достаточно много я не знаю сколько здесь сантиметров ну такая активная мадам в плане отсушивания ничего с этим не сделаешь это ее физиология но радует то что это растение хорошо дает корни хорошо принимается и достаточно быстро приходит в себя после обрезки вот и стволики вот эти потом дадут деток хотя вот лавли роуз если взять другую какую-то розетку другой пень от другого сорта и вере вот если сравнивать с лавли роуз то у лавли роуз на стволах ну не они особо активно развиваются дети вот это я как бы к такому выводу пришла уже реже растение несколько уже раз подряд и пни эти ну как знаете как материал для размножения вроде их жалко выбрасывать но ошибка они не размножаются она намного лучше дает детей от листа так это были тонколистные хеверии ну часть тонколистных все же я не расскажу теперь возьмем агавоидную хеверию вот агавоидная она не полита вот сегодня только я ее полила сегодня меня тотальный полив и вот сегодня я их всех пролила и вот что могу сказать про эту хеверию агавоидная это хеверия флоридити она не отсушила за время своего своей засухи ни одного листа вот как видно они просто все сморщились журились вот видите прям тут даже такие ямы вмятины от того что здесь потеря тургора очень большая но в целом она выглядит нормально и вот я ее полила через три дня она воспрянет ушки свои поднимет и эти пустоты которые вот здесь выглядят как вмятины они надуются заполнятся влагой и растение будет продолжать расти то есть агавоидные отсушивают листья намного намного меньше то есть за месяц там ну один лист может быть даже не одного листа это опять зависит от вида хеверии ну раз начала говорить про гавоидные скажу про свою любимицу она отсушивает листья ну намного чаще чем тоже флоридити чем тоже эбони и вот но естественно не так как тонколистные однозначно не так но все-таки отсохшие листья присутствуют когда отсутствует долгое время полив вот эбони но ибо не отсушивает тоже листья очень редко вот сейчас она журилась вот эти нижние листочки у нее журились но это произошло по той причине потому что я ее пересадила она перебаливает она пересажена в больше горшок и она просто сейчас можно так мягко сказать страдает от пересадки и поэтому вот отсушивание нижних листьев для нее это сейчас именно происходит по той причине что она принимается в новом грунте как только она примется как только корни освоит землю как появятся молодые ответвления от основных корней она тронется в рост вот сейчас она как бы замерла но по ней это не видно потому что это же суккулент ей чтобы засохнуть нужно очень-очень много времени но пока она вот в таком в подвяленном состоянии стоит пересаживала я ее где-то недели полторы назад вот сегодня чуть-чуть я ее полила с двух сторон чуть-чуть прям совсем полила но чтобы там чуть-чуть корешки воспряли потому что грунт рыхлый вот и как примется с ней все будет хорошо и отсушивать она листья будет очень редко ну так как отсушивают все агавоидные вот про эту хиверию я уже рассказывала вот это хиверия полидонис мехико она у меня долго-долго не поливалась месяца полтора наверное точно и она даже несмотря на то что она не является агавоидной розеткой она не отсушила ни одного листа ну то есть знаете это конечно зависит вот отсушивание листьев зависит конечно от вида кто-то отсушивает их бешеном количестве кто-то по чуть-чуть кто-то совсем практически никак не отсушивает ну вот это такая дамочка стойкая прям чрезвычайно стойкая но не нарадуюсь я на нее она и красивая она и яркая конечно ой пинцет плюхнулся такой розеткой какой она была летом она сейчас естественно не будет потому что летом на солнце она была прям темно-коричневой сейчас света ей от ламп ну можно сказать хватает но для того чтобы она была такой прям дерзкой дерзкой красоткой конечно мощности ламп ей мало также очень редко сушивают листья все пахифитумы все 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 без исключения вот вот этот красавчик я не знаю ну отсушивает вот этот лист еще я не знаю когда посажен вот смотрите он конечно же скоро умрет вот уже процесс начался видим мы что у него изменился цвет он стал более ярким а яркие листья когда вот у красных у розовых розеток листья становятся оранжевыми значит там начался процесс отмирания сейчас покажу еще их и вере чтобы далеко не бегать вот смотрите в центре кадра грабтоверия баэнси вот у нее нижние листики рыжие это означает что эти листья начинают гибнуть то же самое она была очень долго не полита она не очень сильно отсушивает листья но связи с тем что она была долго не полита у нее началось отмирание нижних листьев потому что влага из этих листьев ушла в центр розетки точно также практически не отсушивают листья все их и вере и грабта вере и пахи вере и похожие на пахифитумы то есть которые по своему строению схожи с пахифитумы то есть у них такие пузатые толстые листики и они практически никогда их не отсушивают ну то есть в этих листьях огромный запас влаги и розетка не успевает расходовать влагу из нижних листьев она может спокойно дождаться того полива который вы ей дадите это их и вере angel finger пальцы ангела не так друзья это были положительные моменты то есть почему их и вере и отсушивают листья почему у них появляются сухие листья на розетках это в основном происходит от того что просто не хватает влаги но когда же еще отсушивают суккуленты листья когда они у них становятся прозрачными по какой причине давайте с вами еще дальше смотреть вот перед нами три розетки чудесные расчудесные смотрите какие красивые кошмар да эти растения были в последние закупки в моей про которую я не рассказывала они приехали подмерзшими частично кто-то был просто переохлажден кто-то подмерз и вот я их посадила кстати посажены они сразу скажу неправильно потому что они посажены в грунт для кактусов и суккулентов в тот в который ни в коем случае сажать суккуленты нельзя но так как у меня не было моей мешанки вот такой под руками и нужно их было все срочно расширять я их расширяла вот я слепила из того что было и вот то что было это не очень хорошо и уже знаете если бы они были посажены я так думаю что если бы они были посажены в грунт для в тот грунт который я мешаю своим суккулентом то вот этого бы кошмара не было потому что этот грунт он пропускает хорошо в воду он воздухопроницаемый он влагопроницаемый хорошо просушивается сразу а вот этот грунт это кошмар кошмар конечно я не знаю просто удивляюсь всегда как голландские итальянские растения приходят ну конечно они приходят красавчиками такими всеми все упитанные такие все невозможно красивые но в наших условиях потом они начинают мягко скажем так хилеть но я думаю что их конечно же льют там гормонами роста их льют всяческими стимуляторами для того чтобы они есть такие стимуляторы которые тормозят рост растений то есть растение вроде как растет то есть жизненные процессы у него никуда не исчезают но так как она растет под воздействием вот этих веществ который тормозит рост то она начинает просто утолщать массу набирать цвет вот этим конечно балуются корейцы ну в голландии и в италии я тоже думаю что что-то там творится с ними потому что просто в торфе так как они растут и какими они лошадьми приезжают они расти не будут в этом торфе однозначно не вот тому пример вот я их пересадила в торф они практически не политы я их то есть капнула там по чуть-чуть совсем и вот смотрите вот здесь листья просто сгнил ствол видите сгнил ствол то есть я думаю вот эту макушку еще можно спасти ее вот так вот отрезать и если там живые ткани то у нее еще есть шанс но не всегда у нее есть шанс вот я сейчас доказываюсь и листья эти осыпаются значит уже поражен полностью ствол вот этим грибком и ток от нее уже не будет ну да ладно пропал максим да и фиг с ним уж теперь плакать что ли буду не буду конечно вот это произошло от переохлаждения то есть приехала подмершая розетка но не морозом убита просто слишком перемерзла переохладилась то есть температура для ее роста стала критичной и вот она когда села в этот грунт она начала откидывать вот эти листья вот она сейчас у меня не полито и будет очень долго еще не полито и я думаю за это время она нарастит макушку просто процесс этот остановлен она вот скинула но видимо иммунитет у нее сильнее чем вот у этой хеверии она просто скинула несколько листьев и на этом ограничилась но и думаю все с ней будет хорошо если ее не поливать конечно ее желательно пересадить из этого торфяного грунта вот но я честно скажу сейчас я этим заниматься не буду то есть на самовыживаемость выжил хорошо не выжил ну и ладно так и вот тоже самое это пахиверия драка вот как мы видим прозрачный лист показываю прозрачный лист наглядно да попробуй покажи когда телефон не фокусирует но еще упади давай так вот в общем ли стал прозрачный если сейчас на него нажать вот я сейчас жму на него пинцетом из него начинает вылезать влага но это плохо видно потому что реально не фокусируется вот видите пинцет в мелких мелких капельках то есть влага это которая находится в растении вот она вылезает то есть структура тканей нарушена и вот эти потоки по которым идет вода они тоже нарушены и поэтому это происходит ну вот это опять почему это происходит потому что вот в этом случае это ну наверное я так думаю переохлаждение потому что перелива здесь не было я точно знаю что я ее не заливала в других случаях может быть переохлаждение это то же самое как как я показывала вам вот ту розетку когда она скинула нижний ярус листьев вернее не нижний а полностью по всему периметру розетки скинула все свои листья и вот остались они только на одной стороне это произошло от переохлаждения в то время когда она скидывала листья я забыла ну просто знаете не то что забыла но не особо сильный мороз еще был и я просто вот этот утеплитель в котором отсылаю посылки я его просто еще не подтыкала под растение думала что авось и так прокатит но вот кому-то прокатило а вот это не прокатило но у нее листья не были прозрачными они просто осыпались один осыпался 2 3 причем они оказались жизнеспособными они оказались детородными и они дали деток потом впоследствии из нескольких листов но часть конечно засохла часть но на на штуке 3 или 4 дали деток ну наверное все осветила я этот небольшой вопрос то есть какой вывод можно сделать почему суккуленты отсушивают листья ну естественно от стресса от тех негативных факторов которые окружают ваше растение то есть это либо не долив тогда суккуленты стремительно отсушивают листья и причем именно те которые предрасположены к этому которых листья тонкие то есть в которых влага не задерживается вот либо они отсушивают листья по другой причине это перелив но в этом случае в случае перелива они их не отсушивают они у них становятся прозрачными либо отскакивают и либо переохлаждение вот основные причины основные факторы думаю осветила у кого какие вопросы будут задавайте отвечу ну и наверное все на этом все друзья всем спасибо за просмотр пока пока до новых встреч